МОМО ТАРУ Если вы мне верите, то знайте, было время, когда феи были не такими робкими, как сейчас. То было время, когда животные говорили с людьми, когда каждый день творились заклинания, чары и колдовство, когда в земле были закупаны чудесные сокровища, а для каждого могло найтись приключение. Знайте же, что в то время жили старик и старуха, они были добрыми и бедными, и у них не было детей. В один прекрасный день старуха спросила, что ты делаешь сегодня утром, добрый муженек? О, ответил старик, я возьму свой секач и пойду в горы, чтобы набрать вязанку хороста для чага. А ты что делаешь, дорогая женушка? О, сказал старуха, я иду кручу стирать белье, сегодня день стирки. И старик ушел в горы, а старуха к ручью. И пока она стирала, что же она увидела? Прекрасный спелый персик, который плыл вниз по реке. Персик был большим и розово-красным с обеих сторон. Мне сегодня повезло, сказал старуха, и выводила персик из реки раздвоенной бамбуковой палкой. Когда ее добрый муж вернулся с гор, старуха положила персик перед ним. А съешь добрый муженек, сказала она. Это счастливый персик, который я нашла в ручье и принесла домой для тебя. Но старик так и не попробовал персик. А почему? Персик неожиданно разломился на два, и в нем не оказалось косточки. На месте косточки сидел милый маленький мальчик. Боги милости, воскликнула старуха. Боги милости, воскликнула старик. Мальчик сначала съел одну половинку персика, а потом вторую. Сделав это, он стал даже еще сильнее и красивее, чем раньше. Мамотаро, мамотаро, воскликнул старик. Старший сын персикового дерева. Да верно, сказал старуха. Он родился в персике. Они так хорошо ухаживали за мамотаро, что вскоре он стал самым крепким и смелым мальчиком во всей округе. Им можно было гордиться, уж поверьте. Все соседи кивали и говорили, Мамотаро, замечательный мальчик. Матушка однажды сказал мамотаро старухе, приготовь мне, пожалуйста, кимиданго, да побольше. Зачем тебе кимиданго, спросила его мать. Затем сказал мамотаро, что я отправляюсь в путешествие, или, как у вас говорят, в приключения, и мне в пути понадобится кимиданго. Куда ты идешь, мамотаро, спросила мать. Я иду на остров людоедов, сказал мамотаро. Чтобы добыть их сокровища, я буду очень благодарен, если ты достанешь мне кимиданго поскорее. Старик и старуха приготовили ему кимиданго, и он сложил их в мешочек, повязал мешочек на пояс и ушел. Сайонаро, удачи тебе, мамотаро, крикнули старик и старуха. Сайонаро, Сайонаро, закричал в ответ, мамотаро. Не успел он отойти далеко, как повстречался с обезьяной. Кьякья сказала обезьяна, куда ты идешь, мамотаро? Мамотаро ответил, я иду на остров людоедов за приключением. А что лежит в мешочке, висящем у тебя на поясе? Вот это хороший вопрос, ответил мамотаро. У меня здесь лучшие клетки и спроса во всей Японии. Дай мне одну клетку, сказал обезьяна, я пойду с тобой. Мамотаро дал обезьяне клетку и спрос, и они пошли вместе. Не успели они пройти далеко, как встретили фазана. Кэн-кэн, сказал фазан, куда ты идешь, мамотаро? Мамотаро ответил, я иду на остров людоедов за приключением. А что лежит у тебя в мешочке, мамотаро? У меня здесь лучшие клетки и спроса во всей Японии. Дай мне одну клетку, сказал фазан, и я пойду с тобой. Мамотаро дал фазану клетку и спроса, и пошли они дальше втроем. Не успели они пройти далеко, как встретили пса. Гав-гав, сказал пес, куда ты идешь, мамотаро? Маматара ответил, я иду на остров Людоедов. А что лежит у тебя в мешочке, Маматара? У меня здесь лучшие клёстки и спросы во всей Японии. Дай мне одну клёстку, сказал пёс, и я пойду с тобой. Маматара дал псу клёстку и спроса, и пошли они дальше вчетвером. Так они дошли до острова Людоедов. А теперь, братец, сказал Маматара, слушайте мой план. Пазан перелетает через ворота замка и клюёт Людоедов. Обезьяна перелезает через стену замка и щиплет Людоедов. Мы с псом взломаем дверь, а потом он станет кусать Людоедов, а я драться с Людоедами. И началась великая битва. Фазан перелетел через ворота замка. Кэн-кэн-кэн. Маматара взломал дверь, и пёс ворвался во двор. Гав-гав-гав. Славные спутники дрались до самого заката и победили Людоедов. Тех, кто выжил, они взяли в плен и связали верёвками, то были отъявлены злодеи. А теперь, братец, сказал Маматара, выносите сокровища Людоедов. Так они и сделали. Сокровища действительно строили битвы. Там были волшебные самоцветы, шапки и плащи-невидимки, золото и серебро, и нефриты, кораллы, янтарь, и панцирь и черепах, и перламутр. Вот богатство для всех, сказал Маматара. Выбирайте, братья, и забирайте свою дулю. К'я-к'я, сказала обезьяна. Спасибо, господин Маматара. Кан-кан, сказал фазан. Спасибо, господин Маматара. Гав-гав, сказал пёс. Спасибо, дорогой господин Маматару. Спасибо, господин Маматара.